Всем привет! Сегодня покажу, как я обрабатываю фотографии в Capture One, снятые камерами Fujifilm, и в дальнейшем ретуширую их в фотошопе для стоков. Мы имеем фотографию, снятую с естественным освещением, свет от окна, объектив 90 миллиметров, два на открытой диафрагме. Я снимал с профилем стандартным, то есть вот у нас Provia Standard профиль, если мы переключаемся на него, то ничего не происходит, потому что Capture автоматом подтягивает выбранный при съемке профиль. Часто проявляю с профилем фильм стандарт, но в данном случае мне не очень хочется использовать этот профиль, поэтому я оставлю Provia Standard. Что я обычно делаю в Capture One? Сейчас отчетливо видно, что у нас по скинтону перебор в Magento, поэтому я сразу в кривых чуть-чуть, совсем буквально чуть-чуть опускаю в Magento. Вот мы уже убрали эту излишнюю красноту, заливающую весь кадр. Посмотрим, надо ли здесь подкручивать резкость. Похоже, что нет, только может быть добавим немножко структуры. Вот Structure 10. Ну, может быть чуть-чуть добавим, увеличим резкости. И я ставлю Clarity минус 10. Clarity в Capture One работает намного корректнее, чем в Lightroom. Вот она не разблюривает кожу. Если мы Structure на кожу поднимем, допустим, до 15, вот у нас получается достаточно хорошая текстура. Я не ретуширую огрехи на лице в Capture One, хотя здесь появились теперь вот новые инструменты. Healing Brush Tool. Мне это все легче делать потом в Photoshop. Собственно говоря, будет видно, почему легче. Итак, добавим чуть контраста. Тоже без фанатизма. В уровнях поднимем точку белого и немножечко точку черного. Совсем чуть-чуть. Вот так приблизительно. Точку белого можно приподнять больше. И вот эти вот пересветы на скуле и на лбу и на ключице мы убираем ползунком White. Вот так, наверное. Highlight, если мы будем двигать, то хайлайты уберут яркие области, участки на всем кадре. Мне же нужно убрать только вот, сгладить только вот эти вот явные пересветы. Тени поднимать здесь, наверное, не стоит, потому что картинка будет казаться более плоской. Ну, может быть, чуть-чуть. И тогда я добавлю немного контраста. Собственно говоря, я стараюсь на основном слое сделать всяческие глобальные настройки, которые влияют на весь кадр. А работу с цветом, со скинтоном я делаю на новом слое. Для этого нажимаем и создаем новый заполненный слой. И вот он у нас. Переходим во вкладку «Цвета». И выбираем вот этот вот наш не очень хороший маджентовый оттенок. Активируем его. Здесь мы можем сдвинуть, то есть, чтобы у нас уже точно желто-оранжевые области не задевались. И вот посмотрим, где у нас выбивается вот эта вот вся краснота. Даже можно вот так. Я растяну красный диапазон, то есть, мы захватываем губы в том числе. Потом мы их протрем стирочкой. Вот таким образом. И смещаю «Hue» в желтую сторону. Но тоже без фанатизма. Приблизительно вот так. Можно чуть-чуть «Lightness» сделать меньше. Теперь я перехожу в «Skin Tone». И выбираю участок, где мне нравится цвет кожи больше всего. Я не знаю, либо вот на этой теневой части, на шее, или на плече. Ну, давайте попробуем для начала на плече. Тоже включим его. И теперь поворачиваем, сдвигаем ползунок «Uniformity» в правую сторону. То есть, если мы сведем очень сильно, то видите, у нас вся картинка приводится к одному общему оттенку. Поэтому тоже смещаем без фанатизма, только чтобы вот эту вот красноту убрать. И понижу насыщенность. Здесь в данном случае «Saturation» работает на понижение насыщенности. Теперь я выбираю стирку. Нажимаем клавишу «Erase». То есть, клавишу с буквой «E» — это «Eraser». И протираем наши губы. Вот таким вот образом. Вот мы вернули цвет губам, который у нас был. И я не хочу, чтобы вот это вот все глобальное изменение цвета влияло на вот эти вот кустики на заднем плане. Поэтому протрем и их в том числе. Конечно, не сильно зелеными они стали, но тем не менее. Опять же таки, надо сок сделать цвета сока. Поэтому протираем еще и вот здесь. Какими-то инструментами удобнее работать на графическом планшете. Какими-то инструментами удобнее работать мышью. Ну, у меня, собственно говоря, и то, и то в наличии. Поэтому сейчас я, где вот нужно более точно, более аккуратно проходиться, работаю графическим планшетом. Да, кстати, вот я сейчас заметил, что я залез на ноготь и подумал, что неплохо бы ногтям тоже вернуть их первоначальный оттенок. В данном случае они, конечно, у нас с лаком. Если бы лака не было, то были бы просто красные ногти. И это выглядело бы более натурально. И к стакану, не к стакану, а к кувшину вернемся и вытрем у него сок. Вот таким вот образом. Так как у нас здесь история про сок, может быть, еще подушку стоит почистить. Так как у нас история про сок, то мы создаем новый слой. Инвертируем, точнее, сначала копируем маску с нашего первого слоя. И потом инвертируем эту маску и добавим насыщенности именно в сам сок. Вот таким вот образом. Собственно говоря, сейчас можно скопировать все настройки. Это Shift-Command-C на Mac. Мы, допустим, на этой фотографии Shift-Command-V. Мы вставили, естественно, наши маски, они требуют сейчас здесь корректировки. То есть здесь мы вытирали сок. Нам надо вытирать сок уже в новом месте. Заодно мы увидим, где у нас старая маска проявилась. И ее закрасим. Нажатием клавиши B мы выбираем кисточку. Это мы закрашиваем. Здесь мы тоже закрашиваем кисточкой. Здесь мы все закрашиваем кисточкой. И опять клавиши E, Eraser, стирка, вытираем сок в новом месте. Точно так же нужно пройтись чуть-чуть по губам, чтобы у нас остались наши красные губы. Вот так. Ну и даже не знаю, что мне тут еще хочется. Здесь видны джинсы, поэтому мы можем на этом же слое, где мы работаем с цветом, перейти в Advanced, взять пробу цвета синих джинсов и добавить им насыщенности. То есть сделать картиночку повеселее. Так, да, здесь у нас только джинсы. И может быть еще Lightness разведем. Я понимаю, что здесь нужно дорисовать маску, потому что к нам у нас применилась маска из горизонтального кадра. Ну, значит, дорисовываем, увеличиваем размер кисти и дорисовываем маску там, где ее нет. Нужно, собственно говоря, запоминать, что у нас настройки с вертикальной фотографией применяются к вертикальным фотографиям. И, соответственно, у горизонтальных нужно дорисовывать. Так, вытираем здесь наш куст. Вот так. А здесь его дорисовываем только вот на этом. Наоборот, вытираем. По-моему, синим перебор. Давайте на ситуацию чуть меньше. Ну, вот так. Возьмем два этих кадра и экспортируем их. Ну вот, все дело заняло около 20 секунд. Переходим в Photoshop. Давайте пока эту фотографию закроем. Итак, процесс ретуши. Что будем делать здесь? Здесь я хочу поработать с кожей, сделать ее более гладкой, с плавными переходами. Поэтому я в обычной ситуации я бы запустил экшен, но сейчас я покажу, каким экшеном я пользуюсь, как я вообще работаю с кожей. Дублируем два слоя. Выбираем фильтр. Медиан. Здесь достаточно будет 4 пикселей размытия. В русской версии, по-моему, это внешний канал. Выбираем слой 1. Классическое частотное разложение. И создаем пустой слой. Отключаем. Выбираем миксер-браш. И поехали работать с кожей. Таким образом, можно корректировать светотеневой рисунок. Можно разглаживать кожу, делать более плавные переходы в скинтоне. Убирать дефекты. Если бы это была фотосессия просто для девушки, то я бы, скажем так, родинки, которые у нее есть на лице, или веснушки, я бы не удалял, оставил все как есть. Но в данном случае фотография предназначена для стоков. А там покупатели любят менее персонифицированных людей. То есть, вроде как бы и тренд без макияжа, натуральные и естественные лица, без ретуши. Но при этом, если есть какие-то очень выдающиеся элементы на коже, то эти фотографии, на мой взгляд, менее востребованы. Не так часто покупают. А вот то, что у девушки есть брекеты, это даже плюс. Потому что стоки переполнены вообще всяческими бьюти-фотографиями, просто портретами красивых, идеальных людей, отфотошопленных. А вот людей с такими бытовыми повседневными проблемами, их не очень много. Поэтому здесь я буду убирать все родинки. Брекеты, естественно, оставлю, потому что я специально приглашал на эту съемку эту девушку, эту модель. Не только из-за того, что у нее брекеты, но у нее еще есть иммунная проблема. Витилиго. Это потеря пигментации на коже. И я еще делал специальные фотографии, чтобы они продавались именно как иллюстрации к проблеме Витилиго. Вернемся к нашей частотке. У моего друга Юры Илюхина на его YouTube-канале есть замечательный ролик «Миксер-браш и частотное разложение». Советую всем посмотреть, потому что лучше, чем Юра, вряд ли кто-то сможет тебе объяснить, рассказать. Я же скажу, что вот этот способ позволяет нам сохранить текстуру кожи натуральную, пересадить, если где-то не отрисовалось, в особенности при съемке на открытой диафрагме, текстуру из другого места. Ну и, опять же таки, разгладить градиенты, сделать их более плавными. То есть то, что, например, Fujifilm GFX за счет своего 16-битного RAW более плавно передает градиенты. Обычные полнокадровые или кропнутые камеры все-таки с этим не очень хорошо справляются. Обработав лицо, не забываем перейти на остальные участки открытые тела. Потому что очень часто на тех же стоках, ну и в соцсетях вообще, бросаются прямо в глаза фотографии, где отретушировано лицо, а руки, ноги, зона декольте оставлена как есть. Ну, это либо лень ретушировать все тело, либо человек посчитал, что «а, и так сойдет». Кстати, тоже такой, ну, это не лайфхак, а способ миксер-браша в частотке позволяет вот эти вот яркие области, где присутствует некий, некоторый пересвет, заполнить цветом. А потом туда подкинуть текстурки из непересвеченного участка. При должной сноровке, если набить руку на вот этот метод миксер-браша, то на ретушь портрета будет уходить 10, может быть, 15 минут. Понятно, что при ростовом портрете все будет происходить быстрее. Да, все. Теперь переходим на низкочастотный слой, выбираем клон, жесткая кисть, и начинаем убирать дефекты, которые лично нам в данной ситуации не нравятся. В данной фотографии. В некоторых участках можно пройтись 50-процентным клоном. То есть, например, вот если здесь, кажется, в этой области слишком грубая кожа, то я даже там выберу 40%. Вот, 40%. Возьму пробу здесь и просто чуть-чуть сглажу. Нажатием цифровой клавиатуры от 1 до 0 мы переключаем прозрачность кисти. Быстрые клавиши облегчают жизнь, ускоряют процесс ретуши. Здесь у нас не очень текстура видна, поэтому мы ее добавим и усилим. Так. Здесь у нас ничего нету. Все, собственно говоря. Ну, почти все. Можно, конечно, бесконечно долго залипнуть в обработке кожи, но мы этим заниматься не будем. Схлопываем все слои. Желтенькие зубки лечится очень просто. Берем фотофильтр, выбираем кулинг-фильтр, Command-A, инвертируем маску, берем обычную мягкую кисточку с мягкими краями и протираем наши зубки. Здесь вместе с брекетами. Не надо полностью все убирать. Чуть-чуть понизим прозрачность. Есть. Когда мы приближаем фотографии, мы видим, что краснота с кожи не очень ушла, поэтому выбираем коллектирующий слой недеструктивный, View Saturation, выбираем красный, смещаем оттенок, точнее, Saturation полностью вправо и смещаем вот этот ползунок, пока у нас не будут покрыты вот этим вот цветом те зоны, где красного слишком много. Поэтому возвращаем потом в ноль и смещаем в желтый. Смотрите по губам, если я сильно спиду. Поэтому вот таким образом я выравниваю оттенок тела. не тело, а оттенок скинтона. И, соответственно, кисточкой, только черной, мы закрываем губы. Потому что я не хочу, чтобы у нас губы были желтого цвета. вот относительно равномерный скинтон. в желтом канале поправить вот так. И здесь опять-таки пройдемся по волосам, убирая насыщенность цвета. И не забываем про наш сок. ведь в данном случае у нас история про сок. Не знаю, почему в фотошопе мне гораздо комфортнее и удобнее работать кистью, чем в капчу.one. Потому что сейчас капча позволяет все то же самое, что я делаю в фотошопе, но кроме частотного разложения. Ну, что касается работы кисти, позволяет все то же самое делать. Теперь проверим по яркости нашей картинки. Продублируем слой, заходим в фильтр Camera Raw Filter, зажимаем Option, точку белого приподнять. Highlight чуть-чуть приподнять. Откроем Shadows. Ну, вот так, например. мне не очень нравится, что там на заднем плане диван, он такой массивный, большой, он как-то перетягивает на себя внимание, поэтому продублируем слой, возьмем Reds и и уведем Saturation. Делать его ярче или темнее, наверное, нет смысла. И точно так же уведем желтый в Saturation, инвертируем маску и белой кистью пройдемся по дивану с подушкой, чтобы убрать там избыток цвета. Это все вкусовщина, это можно делать, можно не делать, не принципиально абсолютно. Вот так. Вот у нас получается и диванчик, и кресло на заднем плане. Видно, что они есть, но как бы не перетягивают на себя внимание. можно зеленые зелень вот эту поправить. Я вообще очень люблю использовать камеру RAW в качестве фильтра. Я обычно дублирую слой. Shift-Command-A у нас быстрой клавиши для запуска камеры RAW. Переходим сюда. Вот так подвинем, вот так. чтобы зеленое сделать зеленее. Закрываем масочкой и кистью белой протираем вот эту нашу зелень. Если я работаю с цветом, вот так вот, выборочно с цветом, то я очень часто режим наложения меняю на color, чтобы не появлялось каких-либо артефактов. Все ли меня устраивает в данной фотографии? Наверное, все. Схлопываем слои. Единственное, что я еще сделаю, это я сделаю лицо чуть посветлее. только лицо. Это я буду делать уровнями, инвертируем маску и опять же таки белой кистью проходимся по лицу. Только по лицу. еще можно точечку на плече и руки посветлее чуть-чуть. Простите. Вот так. Все ли меня устраивает? Ну, видимо, да, потому что я больше ничего не хочу здесь делать. Покажу еще один способ, не способ, а одну вещь, которую я часто обрабатываю фотографии, это тонирование при помощи корректирующего слоя Gradient Map. Режим наложения Soft Light и выбираем, тут у меня есть свои заготовочки, они в основном ориентированы на Skin Tone, то есть можно посмотреть, что у нас получится перебирать. Вот какие-то. Но сейчас здесь ничего не требуется, никакого дополнительного тонирования. Мне не очень хочется здесь сейчас заниматься таким тонированием. Вот так. Если есть вопросы, оставляйте в комментариях, если есть какие-то свои замечания, тоже пишите в комментариях. и всем хороших кадров. Счастливо! 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 Продолжение следует...